добрый день зрители и подписчики сегодня у меня вот такой будет ролик ролик ремонт ранее рассказывал про свою бритву от компании philips это у нас бритва с 521 аккумуляторная покупал ее лет пять назад долго и использовал ну чем она ее минус тем что вот эти лезвия надо менять хотя бы раз в два года но советует менять раз в год замена этих лезвий выходят вернее выходила раньше когда я менял порядка 2000 рублей эти два лезвия комплектом они менялись под видео оставлю ссылку на официальную страницу это электробритвы на сайте philips чтобы могли посмотреть поэтому она дорогая в обслуживании выходила сама бритва стоил не так дорого в отличие от нынешних электробритв которые сейчас продаются но принципе она чем не нравилось что можно было использовать как влажное бритье и сухое бритье было нормально и очень удобно ее можно было промывать под водой головка принципе снималась даже если вы в ванной и используйте она очень герметичная и очень удобно и в комплекте шел также триммер вот такая головка которая в принципе я не использовал пришло время что она перестала держать зарядку как-то в интернете я посмотрел что можно заменить эти аккумуляторы я уже разбирал эту электробритву посмотрел внутри стоят два аккумулятора никель-кадмиевых и в принципе видел как их меняют решил использовать простые аккумуляторы которые продаются в любом магазине зашел магазин чип и дип и купил самые дешевые никель-кадмиевые аккумуляторы формата 3а за 200 рублей две штуки вот такие аккумуляторы 300 миллиампер часов мощность этих аккумуляторов и сейчас все покажу расскажу чудо как перепаяем все вместе и посмотрим будет работать или нет и так что нам понадобится это конечно же сама электробритва первое второе эти аккумуляторы никель-кадмиевые также нам понадобятся отвертки чтоб разобрать далее паяльная кислота при помощи которой мы будем припаивать наши аккумуляторы к месту я не будут работать паяльник подставку для паяльника можно без нее кому как удобнее сам конечно припой вот в принципе и все что нам нужно будет первое что мы сделаем это конечно же сейчас с вами разберем нашу электробритву она у нас закрыта на один винт винт здесь такой своеобразный и поэтому не каждая тверка к нему подойдет так открываем самое интересное что только один винт нету здесь больше винтов и вот надо будет вскрыть этот кожух это у нас просто прорезиненный защитный кожух сама же электробрита вся начинка находится внутри во втором кожухе вот таком и так его на на будет тоже сейчас достать и вот расцепили наш кожух осталась рабочая часть где схема и сама плата плата управления и сам механизм то есть двигатель который нас крутит бреющую головку с ножами и вот наш кожух убираем его стороночку потому что пока он нам не понадобится и вот так же как вы видите вот как мы видим вот защитный кожух он у нас имеют вот такую мембранку резиновую это для того чтобы влага не попадала на плату и не замыкала все-таки герметичность превыше всего 1 электробрита на заявлено что можно использовать ее как при сухом бритии так и при влажном то есть использовать пену еще такое можно промывать вот выбираем кожух сторону тоже нам пока не понадобится и вот наша плата и так наша плата управления сейчас мы достанем и вот что мы с вами видим целиком ее доставать не будем на принципе нужно только вот это вот часть как вы видите у нас здесь находится два аккумулятора формата 3а но они между собой спаяны почему я говорю спаянную сейчас я вот достану чтоб нужно их было вам видеть конечно сначала придется их рассыпить вот здесь видите что у нас пайка два контакта на плюс и минус чтоб можно было различить здесь не кстати вот у нас помечены видите плюс здесь минус вот это на всякий случай чтобы мало ли вдруг если вы достали снова будете впаивать и чтоб не перепутали если вы забыли как они у нас стояли и так этот прокладочку тоже на работу убрать потом сделать сверху чтобы как метр у нас не болтался это нам пригодится сейчас на постараться все таки расцепить вот эти контакты и вытащить наши этим старые аккумуляторы буду это делать ножом канцелярским постараюсь чтобы получилось чтобы была возможность потом снова их перепаять используйте контакты повторно потому что впаиваться неохота это лучше сделаем все как есть просто суда вот вставим нового комментарий припаяем к этим контактам и здесь также сзади сделаем в принципе сейчас все разделу и далее покажу канцелярский нож давайте потихонечку главное быть осторожным и чтобы не повредить провода и саму плату иначе все пойдет у нас насморку и так что же мы здесь с вами видим здесь мы вот отцепили наши аккумуляторы но сейчас у нас еще остается вот сзади вот эти вот контакты тоже спаяны пластинкой и у нас будет сейчас также отковырнуть и припаять к нашим аккумулятором так страничку уберем контакты у нас вот здесь вот здесь и вот как вы видите будут контакт старый аккумулятор можно убрать не нужны сейчас будет нам припаять вот так а второй стороной мы припаяем уже у нас к нашим контактам нашу плату так вот и так нам понадобится конечно же сейчас пока все уберем сторонку так нам понадобится паяльник поставка под паяльник так вот припой и паяльная кислота почему паяльная кислота да потому что если вы захотите припаяться к аккумулятору к любому у вас это не получится если вы будете использовать ту же канифоль или какому-нибудь плюс паяльная кислота самая ту ск ней спокойно все припаивается и нормально это уже проверено итак берем наши к метры смазываем паяльной кислотой смазываем то место куда мы будем припаивать с вами и вот сейчас нам вот вы видите удиться уже нормально то место как раз куда мы будем с вами сейчас припаивать наши контакты он заводили один не судите строго я не появив постоянно это мне не заработок это чисто делаю для себя можете посмотреть припаялись зовут деле вернее сейчас что будем делать и теперь нашу пластинку нам надо припаять оказалось что это не так еще и легко припаять потому что нету третьей руки и не поэтому неудобно ладно одну сторону мы припаяли сейчас будем припаивать вторую сторону ну там еще у нас получается сложнее надо припаять нам именно вот в этом месте понимаете это не так все легко и просто поэтому опять отключусь уже включусь когда будет все припаяно главное не перепутать местами вот у нас плюс минус и здесь вот как говорил ранее поэтому у нас получается с этой стороны надо ставить минус а плюс у нас будет с этой стороны вот должно быть все вот так вот посмотрим посмотрим сейчас припаяем сделаем и тогда уже будет видно как у нас все это я припаял как уж получилось старался конечно но неудобно просто неудобно там паять и говорю вам сразу если в ролик в интернете увидите кто-то там паяет пять минут там раз раз припаялся это все чухнем даже используя паяльную кислоту которая дает возможность припаяться к аккумулятору неудобно одними руками если у вас нет каких-то приспособлений чтобы зажать эти вот аккумуляторы и припаиваться припаивать вот эти перемычки к ним это абсолютно неудобно просто там скорее всего человек снимал подобный ролик и он конечно включался там короткий ролик и у него быстро все раз раз получилось такого быть не может если вы не уверены в своих силах лучше не старайтесь это делать сейчас мы припаялись и посмотрим работает она у нас сейчас или не работает нет просто самому-то интересно что же у нас получилось из вот этого здесь у стоит у нас кнопка как метр конечно разряженный но как видите он моргает значит питание есть попробуем его подзарядить сначала мы конечно же его соберем и потом под зарядим вот он у нас полностью собрана вот электробритва осталось закрутить только последний винт ну конечно интересно получается то что видео когда показывают не все там соответствует действительности что кажется там быстро просто любой может починить нет не любой может починить потому что пайка это очень неудобно если у вас нету соответствующих приспособлений соответствующих инструментов обычным автомобильным паяльником вы точно припаять не сможете потому что он просто туда не подлезет чтоб можно было припаяться аккумуляторы подобные я искал на алиэкспрессе именно уже спаянные чтоб можно было просто впаять формата 3а я там ничего подобного нормального не нашел 2а да полно которые нас подходят для каких-то электробритв написано и для радиотелефонов philips но вот таких 3а спаянных как и говорил ранее просто нет вот и все дополнительно покупать аккумуляторы чтоб их самому вставить задорого еще долго ждать приедет не приедет получится не получится даже не знаю взял вот самый обычный самый дешевый и посмотрим что сейчас получилось сейчас включу на зарядку а потом через какое-то время снова включусь чтобы могли заценить получилось или нет раньше аккумулятор у меня вообще практически не держал хватало его на минуту после часа зарядки хотя должно быть после зарядки его хватать на 40 минут работы вот сейчас засечем время сейчас у нас 1349 включу читать как мы видим сейчас уже 1437 я час не выдержал заряжается как видите раньше он вроде бы заряжался но надолго не хватало сейчас мы проверим включенным это аккумуляторная бритва у нас не работает если она включена в сеть это такие условия у компании philips для защиты человека чтобы его током не ударило во время зарядки когда у нас будет бриться принципе это я считаю правильным безопасность это очень хорошо итак мы ее зарядили почти час меньше часа давайте проверим сколько она будет работать у нас сейчас тоже защита защита защищем сейчас 1438 и насколько ее у нас хватит специально сниму часы посмотрим раньше как его ранее хватало ее только на минуту сейчас ее на сколько хватит даже не знаю батареи все-таки меньше чем стояли состояли там мощностью 750 миллиампер часов два аккумулятора а я поставил два по 300 миллиампер часов ну и работает достаточно громко в отличие от того что было тогда работала знаете как как будто аккумулятор садится и она начинает много с надрывами работать вот такая у меня была работа сейчас же я думаю все у нас нормально должно быть не считаю минуту он уже нормально проработал и не сел и еще была такая фишка что вроде бы работает но в тут если ты его выключить второй раз он уже не включится так вот выключили и при включении он показывал что у нас разряжен аккумулятор и начинала гореть красным сейчас же как вы видите нормально все работает давайте снова выключим для теста для чистоты эксперимента и опять у нас работает не косячит ничего красный не мигает красный мигала это то что так мент у нас не держал сейчас же у нас все все отлично я поставил самые дешевые аккумуляторы мощностью 300 миллиампер часов как его ранее покупал я их в чипе дипе камели он можете конечно купить подороже меня спросили почему я не хочу например поставить литий-ионная аккумулятора это у меня на работе спросили ну литий-ионные один стоит в магазине 400 рублей один а мне их на два ничего покупать на 800 рублей что-то не охота а тут 200 рублей 2 поэтому лучше так вот и это все-таки тестирование я так считаю потому что я не был уверен что получится нормально перепаять потому что не всегда бывает что дело только в аккумуляторах тем более этой литой бритве у меня уже пять лет точно есть и принципе она добротная но принципе все бритвы philips хорошие тем что они до сих пор выпускаются в голландии а не в китае я считаю что все-таки европейская сборка получше чем китайские и так вот теперь у нас есть рабочая электрогрита вторая теперь надо вот под нее заказать будет также чехольчик чтоб можно его было хранить вот такая интересная у нас была работа сегодня такой небольшой ремонтик с разбором с перепайкой не судите строго сделала как получилось старался там нормально чтобы было доходчиво и понятно и использовал то что большинство людей есть вот так надеюсь вам понравилось вот такой ролик ролик обзор ролик с ремонтом ну все на этом я буду заканчивать все кому понравилось видео ставим лайки и подписываемся на мой канал мы все всем пока счастливо